Мы знаем, что более 90% бюджета всех уровней составляют именно налоговые поступления. Они знают, кто на чем и, главное, сколько зарабатывает. Федеральная налоговая служба отмечает 25-летие. За два с лишним года единственная работа плотника. Попросили вставить дверь. Ставили. А статья расходов – установка дверей. Не одну тысячу списали. Чем больше квартплата, тем меньше услуг. Почему квадратные метры разрушенных общежитий влетают собственникам в копеечку? Папа-электрик. О проблемах с юмором и в две гитары. Павел Скороходов и Ренат Боязитов дали совместный концерт. Это программа «Местное время» и ее ведущий Данил Недзельский. Здравствуйте. 25 лет на страже интересов страны. Юбилейную дату отмечает Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Сегодня торжественное мероприятие прошло в Ангарской ФНС. Поздравить с круглой датой сотрудников налоговой службы отправилась и наша съемочная группа. Главная ценность структуры, через которую проходят миллиарды рублей – это люди. С самых первых слов начальника ангарской налоговой инспекции Натальи Азюк, которая открыла торжественный вечер, становится понятно, насколько она любит и ценит свой коллектив. Здесь каждый получит ценный совет и помощь старшего в трудных вопросах. Сотрудники налоговой часто встречаются в нерабочей обстановке, проводят корпоративные встречи и семейные соревнования. Однако о главных своих обязанностях помнят всегда. Государственные налоговые инспекторы выполняют функции по контролю за исполнение налогового законодательства с одной стороны. И все налогоплательщики, добросовестно исполняя свою конституционную обязанность по оплате налогов с другой, тем самым мы вместе формируем с вами государственную казну Российской Федерации. Мы знаем, что более 90% бюджета всех уровней составляют именно налоговые поступления. Поздравить налоговую службу с юбилеем пришли давние партнеры и друзья. Все отметили высокий профессионализм сотрудников налоговых органов и выразили готовность к сотрудничеству по любым вопросам. Амэр Ангарского городского округа Сергей Петров подчеркнул, что от эффективной работы Ангарской ФНС зависит экономическое благополучие территории. Поэтому я думаю, что вам по плечу те задачи, которые перед вами стоят. И я еще скажу, что среди гостей, я вот точно не ошибусь, я самое заинтересованное лицо в вашей эффективной работе. А экономическое благополучие территории, оно транслируется в решение социальных задач. Оно транслируется в благополучие наших граждан, в комфорт нашей территории. А это то, о чем мы с вами вместе и заботимся. Это наша с вами главная стратегическая задача. Во время торжественной церемонии в зале собрались почти все сотрудники организации. Сегодня здесь трудятся 226 человек. Во многом, благодаря их стараниям, за первое полугодие 2015 года в бюджет Ангарского городского округа поступило более чем 990 миллионов рублей. И почти 3 миллиарда рублей пополнили казну Иркутской области. Кроме того, Ангарская ФНС – одна из самых открытых государственных структур по доступу к информации. Телекомпания «Актис» и нашу налоговую инспекцию связывают не только отношения налогоплательщика и администратора, но очень дружеские, партнерские отношения. Телекомпания всегда старается быть гостеприимной, доброжелательной площадкой для доведения информации налоговой инспекции до наших налогоплательщиков. В ходе торжественного вечера благодарственными письмами и памятными подарками наградили ветеранов налоговой службы, людей, которые отдали этой нелегкой профессии по нескольку десятков лет. Чтить славные традиции и идти в ногу со временем – вот девиз Ангарской налоговой инспекции. И она на протяжении 25 лет с этой задачей успешно справляется. Елена Жерлова, Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Профилактическая акция госавтоинспекции «Внимание! Пешеход!» началась в Ангарске с ДТП. Сегодня автомобиль «Хонда Одиссей» сбил 67-летнюю женщину на пешеходном переходе. ЧП случилось на улице Коминтерна. По словам водителя, пешеход выбежала из-за автобуса на красный сигнал светофора. Сама женщина после удара ничего не помнит. Она госпитализирована в БСМП с открытой черепно-мозговой травмой. Подробности ДТП сейчас устанавливаются. Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к пешеходным переходам. Основные силы и средства задействованы во время наибольшего скопления людей на этих участках дороги с 7 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов вечера. Особое внимание уделяется следующим нарушениям. Переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. Нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков. Также невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах. И нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне пешеходного перехода и на тротуарах. Операция «Пешеход» продлится до 19 ноября. Еще одна профилактическая акция ГИБДД проходит в городе. Экипажи проверяют водителей на наличие неуплаченных штрафов. Те автолюбители, которые имеют задолженность более 1000 рублей, привлекаются к административной ответственности. По закону, за уклонение они должны заплатить штраф в двукратном размере. А злостным неплательщикам грозят 50 часов обязательных работ, 15 суток ареста или лишения прав. Однако такая участь постигнет тех, кто задолжал более 10 тысяч рублей. Посмотрите человека на 20, 25, 38, Владимир Николай, 0,42, 818. Есть штрафы неоплаченные, нету, и подходят ли по данной операции. Сегодня сотрудники госавтоинспекции во время рейда вычислили должника, на счету которого неоплаченные штрафы в 36 тысяч рублей. Ужасы нашего городка. Так называют свое общежитие ангарчане из 78-го квартала. Уже целую неделю люди живут в подтопленном помещении без света и воды. И хотя до этого происшествия жизнь в общаге тоже была далека от комфортной, обратиться к журналистам местные жители решили только сейчас. Яна Попова продолжит. Больше 25 рублей за квадратный метр. Жители этого общежития платят за коммунальные услуги значительно больше, чем собственники отдельных квартир. Только вот комфорта от этого у них не больше, его вообще нет. В полах дыры, на стенах грибок. Не убрано даже копоть после пожара, который случился ни много ни мало, а пять лет назад. А неделю назад пришла еще одна беда. Затопило туалет и ванную комнату. Теперь в здании стоит неприятнейший запах. Слесарей вызываем, они прочистят. Через два часа опять вода набегает. Говорят, что это в колодце надо чистить. Колодцем никто не занимается. Водоканал тоже никаких не принимает действий. Здание построено в 60-х годах. Ремонт в последний раз проводился в 75-м. До этого несколько лет общежитие обслуживала компания ЖУ-6. С горем пополам, но справлялась. А вот нынешняя компания «Ангарский управдом», говорят местные жители, о заполучной общаге вообще забыла. В подвале нет света, душ не работает, дверей нет. Да и навряд ли бы здесь в таком холоде и антисанитарии кто-то решился помыться. Горячие батареи жильцам только снятся. Ребятишки все сплошь в теплых кофтах. Признаются, что даже спят одетыми. За два с лишним года единственная работа плотника. Попросили вставить дверь. Вставили. А статья расходов – установка дверей. Не одну тысячу списали. На уборку улиц, очистку территории от листьев и снега жители также выходят сами, потому что дворник уволился. Директор управляющей компании недавно тоже оставил свой пост. А вот главный инженер, единственный, по словам соседей, добросовестный сотрудник, объяснил журналистам по телефону, что в доме 72 комнаты. В должниках больше половины из них. Поэтому и ремонт здесь не производится. На следующий год план годовой текущего ремонта я включил ремонт первого этажа. Если мы подкапливали деньги определенные, сами знаете, это очень дорого. Монализацию исправную мы почистили, но они опять-то, наверное, ничего не сбросили. Мы сочли пластиковую бутылку оттуда, и все, проблема ушла. В основном проблема, когда бутылка и тряпки в большом количестве бывают. Тряпки вот полы моют, они видно туда в унитаз, бубок, кофе-фельные чизки туда, бубок, хлеб, булки кидают, супы вместе с костями, кости вытаткиваем. А зачем ведро? Туда надо. Все туда в любимую, канализацию. По словам инженера, она предупреждала соседей, чтобы не засояли канализацию, не мусорили и не вредили себе же. Лампочки сетует женщина, они тоже сами у себя скручивают. Так это или нет, уже не установишь. А вот две сотни человек с маленькими ребятишками, в числе которых и добросовестные плательщики, до сих пор живут в невыносимых условиях. Последние, кстати, намерены жаловаться в жилинспекцию. Надо заметить, что это не единственные в городе общежития, терпящие ленивых управленцев. Яна Попова, Михаил Тырышкин. Местное время. Впрочем, не все терпят неудобства. В Комитете по управлению муниципальным имуществом пытаются решить савдеповскую проблему. Речь идет об очередях. Теперь она будет электронной. В здании появился терминал, с помощью которого можно выбрать услугу, получить талон с номером и дожидаться приглашения. Также можно оформить и предварительную запись. К слову, большие очереди в данной структуре и так наблюдались нечасто. Чтобы сохранить здоровье и продлить жизнь, в БСМП состоялась школа для пациентов с мерцательной аритмией. Этот диагноз поставлен тысячам ангарчан. И при неправильном образе жизни заболевание может привести к инсульту или инфаркту. Поэтому врачи БСМП рассказывают о том, какие лекарственные препараты необходимо принимать, какую физическую нагрузку можно себе позволить и многое другое. Смерцательной аритмией не так сложно выявить. Это прежде всего пациентов. Они ощущают перебой в работе сердца. А выявляется она очень просто при снятии ЭКГ. И даже при, так сказать, просто аускультации сердца, выявляется аритмия. Пациенты направляются на снятие ЭКГ. И диагноз уже у пациента есть. Врачи говорят, что аритмию проще предотвратить, чем вылечить. Впрочем, лекарственные препараты в Ангарске есть в полном объеме. Десятки протоколов за несанкционированную торговлю составляют еженедельно специалисты отдела потребительского рынка. Рейды по так называемым стихийным рынкам проводятся практически ежедневно. Однако нарушителей меньше не становится. Торгуют непродовольственными товарами, кондитерскими изделиями, вязаными вещами. Иногда встречается даже сметана, молоко, творог, а также мясо. Административная комиссия рассматривает протокол об административном пронарушении штрафной санкции от 2 до 4 тысяч. Даже после оформления протокола торговцы возвращаются к насиженным местам, потому как предусмотренные штрафы меньше, чем прибыль от незаконной торговли. В Пекине состоялось вручение престижной поэтической премии «Джун Кунь». Впервые награду удостоен российский автор. Наш земляк, уроженец города Зима Евгений Евтушенко стал лауреатом за выдающийся вклад в мировую поэзию. Поэт приехал за наградой лично, чем немало порадовал своих китайских поклонников. Все подробности в репортаже наших иркутских коллег. Позади более 10 часов полета, но 82-летний российский поэт Пол Ансил в Пекинском университете Евгения Евтушенко встречают овациями. Евтушенко первым из русскоязычных поэтов удостоился престижной китайской премии «Джун Кунь». Награда ему вручена за выдающийся вклад в мировую поэзию. Премию присуждает специальная жюри, в состав которого входят специалисты ведущих литературных вузов Китая. При принятии решения эксперты были единодушны и руководствовались в том числе и тем, что Евтушенко в КНР – один из самых популярных иностранных авторов. Сам поэт признался, что награда для него одновременно и желанная, и неожиданная. Для меня эта премия как будто упала с неба. Понимаете, я даже о ней не мечтал. Вот даже не... ну как-то... Потому что это, в общем-то, это первая такая премия, очень серьезная, которая присуждена русскому поэту за всю историю. И поэтому я даже, может быть, я сказал сегодня, что, может быть, я еще не заслуживаю ее, даже еще сейчас, но я еще молодой человек, мне 82 года, всего-то. Надо жить дальше. И надеюсь, что заслуживаю в конце концов. Больше чем поэт, он не только на родине. В Китае к Евтушенко проявляет особый интерес и заботу. В благодарность автор подарил Пекинскому университету полную антологию русской поэзии за 10 веков. В первый том. Остальные обещал выслать по почте. Отдельное произведение автор читает со сцены. Задача – познакомить китайских ценителей с лучшими образцами русской поэзии. Ишь машинки стучат под копирку ответ. Среди слушателей – Лю Вань Фэй, профессор Института иностранной литературы, Академии общественных наук Китая и давний друг Евгений Евтушенко. Он перевел на китайский немало стихов российского поэта. Евтушенко, в свою очередь, посвятил ему отдельное произведение под названием «Китайские переводчики». Тема была навеяна поездкой в КНР. После того, когда он вернулся в Советский Союз, он сразу написал стиховерение с названием «Китайские переводчики». А потом он поснал, он передал через кого-то мне и просил меня переводить. Я, как я помню, я сразу, может быть, в течение сутки я сразу перевел это стиховерение. А потом это стиховерение приноаппликовано в учреждении мировой литературы. Лю Вань Фэй занимается изучением русской литературы более 30 лет. В его книжном шкафу можно найти десятки томов русских авторов. Благодаря своей профессии он и познакомился с Евгением Евтушенко. Эта дружба послужила отправной точкой для возникновения интереса к русской поэзии. Лю Вань Фэй перевел на китайский несколько десятков сборников, за что был удостоен почетной награды от президента Российской Федерации Владимира Путина «Ордена дружбы». Лю Вань Фэй признался, встреча с давним другом не менее волнующая, чем награждение в Кремле. В последнее время они виделись нечасто и сегодня вместе поднялись на сцену. Стихи звучат на китайском и на русском. О любви, о жизни, государстве и обществе. И, конечно, о дружбе. Дружбе, которая не помеха, ни время, ни расстояние. 19 декабря в Ангарске состоится уже третий по счету парад Дедов Морозов и Снегурочек. По задумке организаторов, в этом году шествие пройдет по улице Социалистическая от парка ДК «Современник» до площадки перед дворцом спорта «Ермак». Здесь развернется настоящее праздничное шоу с концертной программой, хороводом и розыгрышем призов. Мы хотим его сделать более масштабным. В прошлом году в нем принимали участие не только Деда Мороза и Снегурочки, но и были еще персонажи, достаточно необычные, ну, для, скажем, для русской культуры и Микки Маус. Но, в принципе, группа поддержки к Деду Морозу и Снегурочке, она как бы не возбраняется. К участию в параде приглашаются все желающие. Регистрация и выдача номеров начнется в 13.00, а самошествие костюмированной колонны стартует в 2 часа дня. От лирики до юмора. Все самые животрепещущие темы в песенных руладах собственного сочинения подняли два известных барда. Ангарчанин Павел Скороходов и иркутянин Ренат Байзитов провели совместный концерт. О чем поет душа музыкантов, расскажет Елена Милит. Концерт у нас получится очень разноплановый. Я надеюсь, что каждый из зрителей, пришедших на концерт, найдет свою хорошую, любимую песню. Двойник. Так свой совместный концерт называют Павел и Ренат. Публике барды объясняют, что есть такое сленговое словечко в музыкальной среде. Обозначает оно двойной альбом. И сегодня вечером все тоже вдвойне. Больше хороших эмоций, песен и аплодисментов. Концерт проходит в три отделения с антрактами. Чтобы мы потом в перерывы могли спокойно, ну, во-первых, причаститься, во-вторых, подойти, может быть, пообщаться с нами, друг с другом, поцеловать любимых артистов. Это к женщинам относится в основном, да. С женами пришли. С женами пришли. Хорошо. Пускай жены, друзей подходят и нас целуют. Сегодня исполнители демонстрируют свой весомый музыкальный багаж, накопленный за 30 лет творчества. Авторская песня – непростой жанр, но оба барды отлично в нем реализовались. Что для меня авторская песня? Все. Это моя жизнь. Это единственное, что я более-менее в нем сделал. Они поют в одном жанре, но абсолютно разные по стилю и тематике. Ренат более лиричен, но в его арсенале – песни о любви, одиночестве, судьбе страны. Гитара Павла поет о социальных проблемах. Есть и веселые, и даже ироничные произведения. Одно из самых известных о том, как отцы различных профессий ругают за двойку своих сыновей. Папа-электрик. Не жмурься ты. Всего-то 220. Ты ж физику пока не изучал. Бессмысленно сегодня отбираться. Мне препод твой все подробно рассказал. Ангарско-Иркутский доэк несколько часов радовал поклонников авторской песни. Овации были бурные, и наверняка музыканты еще не раз вернутся к идее совместных концертов. Елена Мельвет. Местное время. Такова информационная картина дня. Встретимся завтра в это же время. Хороших вам новостей. Продолжение следует...